Валентина Стамбальян всегда полна идей по развитию рассвета. Завидев главу города, торопится высказать свою давнюю мечту о соединении трех хуторов. Наших трех хуторов, которые мы будем называть Сергеев Посад, если вы нас соедините и все-таки одним назовем. Здесь я так храму построю. И храм построю, поверьте мне. Благодаря вам у нас здесь начало что-то двигаться. У нас уже и фаб заплаты, вот эти 200 метров. В самом центре хутора, у Аллеи Славы, куда приезжают свадебные кортежи, нет асфальта. Здесь по вечерам собирается хуторская молодежь. Очень уютный парк получился среди деревьев, под которыми навели идеальный порядок хуторяне под руководством Валентины Ивановны вместе с общественным советом. Это та команда, которая в любой момент готова пойти на все. Мы буквально ничего не это. Мы и убираем, и метем, и мусор забираем. Все, лишь бы было чисто уютно. Стараемся. Глава города согласен. Здесь, как нигде, нужен асфальт. И он обещает в самое ближайшее время навести тут порядок. Недавно жители просили кабинет врача общей практики. Сейчас ФАП, спасибо вам, уже начал строиться. Сейчас нет врача общей практики. ФАП в этом году был. Общего практика. У нас, в общем-то, движется вперед. Я думаю, что будет лучше. Огромное вам спасибо. Сергей Сергеев на постоянном контроле держал и ход ремонтных работ в сельском доме культуры. Зашел посмотреть, как он изменился после ремонта. Отец мой говорил, мужик, который слово выдерживает, он мужик. Это я не от себя говорю. Это я говорю, почти что от 99,9% нашего кутора. Вот оно. Это ваше лицо. Это искренние слова, реально. Это я откровенно говорю. Если вы помните, мы пришли здесь, мужики в домино и орали забиты. У нас есть такие кадры. Ко мне. Вот мы и сделали. У Тарского музея главу города заинтересовали изделия глубокой старины, которые вполне уживаются рядом с современностью. А потом, отправляясь в город, Сергей Сергеев посетил новый храм в селе Гайкадзур. Его масштабы и красота по-человечески порадовали. А как хозяйственник, глава города интересовался организацией водоснабжения и отопления храма, дальнейшим развитием и благоустройством прилегающей территории.